Знайомство со станом справ и перспективами развития реального сектора экономики. Наместник премьер-министра Республики Беларусь Александр Суботин сегодня наведал Гомель. В плане визита три предприемства – Гомель Абл Агросервис, Мясокомбинат и Спартак. Марина Джалая с подробностями. Визит на Гомель Абл Агросервис прошу без удела журналистов. Первая кропка с прессой – Мясокомбинат. Подчас сустреченной объектами мясной промысловости – размова об новых видах продукции. У Апошнича тут стали выпускать новую линейку по гостя, якая складается с пяти найменев. Это только натуральная продукция без добавок. До речи, выробы Гомельского мясокомбината можно набывать празд-интернет-краму. По коль такая послуга доступна для гомельчан и жихаров суседних забластным центром населенных пунктов. Такий крок – это не отказно складанные умовы працы в пандемию, а давно запланованный перспективный гандлеванный керунок. Каля 10% мясных и каубасных выробы предприемства отправляются на экспорт. По сумме это от 500 тысяч до миллиона долларов. Основные рынки сбыту – Россия и Казахстан. Первая поставка летость отбылась во Вьетнам. Что тычется Беларуси, то фирменная сетка, представленная 40 объектами. Предприятие везет такую очень активную работу по разработке новых видов, по внедрению их на рынки. Мы на сегодняшний день изменили нашу практически полностью линейку сыровяльной продукции, внедрили более говяжьоемкие товары. Наконец-то вышли, сделали линейку ГОСТа в пять наименований, сделанная по рецептам ГОСТа непосредственно, по тем старым, когда мы с вами еще помним в Советском Союзе. С отличным выходом, практически без всяких добавок, только соль и специи. Поэтому я всем рекомендую, пользуясь случаем, попробовать нашу продукцию в виде ГОСТа. Знешний гандаль додал у Росте и на Спартаку. Все лето тут заявились и новые рынки сбыту, например, Йемен. В Беларуси працует больше 2,5 десятки фирменных крам предприемства. Основный объем кондитерской продукции на внутреннем рынке реализуют празбойные республиканские гандлевые сетки. На другом месте – уластная товаропроводная сетка. Прыбыток на предприемстве отрымливают и дякуючу снижению себекошту продукции. Так само фабрика немая валютных кредитов. По выниках первого квартала усе показчики – выконанные. Некоторые лишь бы по полгоди будут не такими становшими. Ситуация, связанная с проблемами не только у белорусской, а и у сусветной экономицы за уплыву эпидситуации. Системные такие визиты. Я решил начать ознакомление с областью, с реальным сектором экономики, со всеми отраслями, которые мне подчиняются. Именно на местах уже поездить не только, глядя в кабинете в различные справочники, статистические беседы с руководителями, но и посмотреть, что на самом деле происходит, и увидеть своими глазами, почувствовать атмосферу, чем то или иное предприятие дышит и какие проблемы здесь есть. Потому что из центра многое не увидишь, а вот почувствовать можно только здесь. Поэтому вот сегодня мы в Гомеле, сегодня мы смотрим Спартак, сегодня побывали на Мехдворе, сегодня мы на мясокомбинате и так далее, в хозяйство заедем. Поэтому вот такой вот разноплановый визит. И я думаю, каждый регион нашей замечательной страны, он все равно имеет очень сильные особенности. Где-то теплее, где-то холоднее, где-то песчаные почвы, где-то более тяжелые, где-то и люди другие, отношения другие. Поэтому нужно все это знать, чувствовать, чтобы потом как-то более успешные и объективные решения принимать, чтобы они лучше выполнялись. Александра Суботин отзначил, что верьми важно вывучать и аккумулявать передовый опыт предприемства и затем лепше расповсюдживать у инших регионах краины. Марне Джала, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель».